Дорогие друзья, мы рады представить вам Капач Любовь Владимировну, который является муниципальным депутатом городского округа Кашира. Любовь Владимировна является в том числе инициатором митинга, который пройдет 29 апреля. Расскажите нам, пожалуйста, где он пройдет, почему вы вообще стали инициатором такого митинга, и что у вас там происходит? Добрый день, дорогие друзья. Я занимаюсь проблемой мусорных полигонов. Я стою на защите экологии, поэтому у нас в городском округе Кашира решили построить новый полигон. У нас старый полигон существовал, где свое существование начало с 1963 года. И когда полигон обслуживал только наш район, то он таким масштабом не был, с такого большого роста. Но когда мусор стали свозить со всей области Москвы, то он вырос в девятиэтажный дом. И возникла необходимость закрытия этого полигона. Сейчас он закрыт, идет рекультивация этого полигона. Но полигон этот закрыт, и решили новый построить полигон. Площадь бывшего полигона? Это составляет у нас 8 гектаров земли, а новый полигон около 90 гектаров земли. Это можно сопоставить, какая угроза нас ждет. Если у нас столько жизни унес бывший полигон, что ожидает нам новый полигон? Новый полигон собирается строить в близи деревни Мало-Ильгинское, на границе с Тульской областью. Что происходит? На территории этого полигона, рядом, вокруг этого полигона, находится лесной массив, то есть лес, в котором водятся очень редкие животные. А недалеко от этого полигона, также рядом совсем, находится каскад прудов, ключи, куда ходят эти животные даже пить и собирают эту воду. Вода такого качества, что она приравняется к украинской воде. Вокруг этого полигона, то местности, находятся поля под сельхозназначение, которые засеиваются и, естественно, снимаются урожаи. Недалеко, в 600 метрах, находится деревня Залесова, это уже Тульская область, где проживают жители Тульской области. И получается, рядом за лесом находится артезианская скважина, и рядом находится деревня Мало-Ильгинская. То есть такая огромнейшая территория, почти в 90 гектар, собирается под этот полигон, под мусор, перерабатывающий полигон. То есть мусор хотят перерабатывать на 4,5 гектаров, на остальных будут складировать этот мусор. Вопрос стоит так, что сортировка этого мусора, который планируется на 4,5 гектаров, а куда они собираются этот мусор девать? Куда этот не мусор, а отходы? Куда они собираются эти девать? У нас нет таких производств, где будут заниматься переработкой. Значит, это говорит о том, что вот эти все 90 гектаров будут заложены вот этим мусором. И что нас ждет, если у нас вот на этом месте находится бассейн всей артезианской воды? И если там поставят вот этот полигон, то артезианской воды не будет в трех областях. Это Рязанская, Тульская и Московская, весь юг Московской области. Вот какая вот катастрофа ждет экологическое нас в будущем. И главное то, что интересно, когда вот этот полигон собирались строить и хотели построить вначале, это было как бы, знаете, тайной, тайной. Вот понимаете, мы постоянно задавали вопросы, и вот лично я на заседании Совета депутатов постоянно задавала вопрос. Все, знаете, так отникали, что нет, мы ничего не собираемся строить. Были у нас слушания по Янплану, также жители пришли, приехали на это слушание, также задавали вопросы. А у нас собираются строить полигон? Вот говорят, что вот там нет ничего. Есть протокольная запись вот этих вот слушаний, где они отрицают. И вдруг он вырастает вот этот вот. Раз и вырос, выросла эта проблема. 90 гектаров земли не было проведено публичных слушаний. То есть не опрашивали людей, не спрашивали. А вообще вы, люди, хотите, чтобы у вас на этой территории стоял вот такой вот полигон, который бы наносил такой экологический вред. В такой близости. В такой близости от населенных пунктов. И главное то, что подъезжая к этой местности находятся плакаты, и туда ехать и обратно в санитарно-защитную зону. Целый каскад прудов. Это мы лишимся вообще артезианской воды. У нас заражены будут реки, откуда берут начало именно в том месте, река Ака и река Осетр. То есть мы лишимся воды, где вообще никакой воды не будет. И плюс еще артезианской. То есть нам будет нечего пить. А куда вы обращались? Какие вы предпринимали действия, чтобы предотвратить? Дело в том, что еще хочу сказать, что прежде чем такие вопросы вносить на какие-то обсуждения, принимать какие-то решения, то необходимо проводить экологические экспертизы. Но их не проводили. И когда ко мне обратился с обращением заслуженный геолог Российской Федерации новгородцев Анатолий Алексеевич, и он мне рассказал о том, что какой вред будет нанесен и какая экологическая будет катастрофа нас ожидает, я просто была, конечно, в ужасе, потому что я тоже не владела информацией вначале, что именно там весь бассейн вот этих всех вод находится, что если мы там поставим, то вся вода будет заражена, что люди лишатся воды, людям не будет нечем поливать свои огороды, людям будет нечего пить, людям нечем будет дышать, потому что эта такая махина будет стоять на 90 гектаров. Представьте, 8 гектаров, сколько людей погибло у нас, сколько детей у нас ушло из жизни. Они недавно там были. И буквально вот мы были там, когда там даже вот при рекультивации, при рекультивации этого полигона, там газа некуда деваться, там дышать невозможно стоять там. До такой степени я просто стояла, говорю, я не могу больше здесь стоять, потому что там невозможно находиться. Представьте населенный пункт через дорогу буквально. И вот эти вот все эти люди страдают онкологией, потому что это все как раз вот исходит, ну представьте, 1963 год. Это полигон, вот это действует. Но даже если бы была бы соблюдена какая-то технология, то есть где-то было какое-то разделение, и захоранивались одни бы хвосты, и они бы проходили вот эту вот пересыпку и все так далее, то она вот такой вот вышины была бы до сих пор, и вот этот полигон был, он мне такой вред не наносил. Но никто этим вопросом не занимался. Никогда не задавали вопрос, а какой вред-то вообще экологический. И получается так, у нас есть в Московской области главный эколог Московской области, Коган Александр. Министр экологии. Министр экологии, который должен стоять на страже того, чтобы не допускать вот такие вот вредные производства, и чтобы такой наносился вред здоровью и окружающей среде. То есть у нас погибнут животные, у нас погибнут люди. Вы обратились в Министерство экологии? Конечно, я обращалась, у меня вот такая вот стопа, наверное, обращений, и я обращалась, на областной, на региональный уровень я не обращалась, потому что это их инициатива, они двигают вот этот вот весь проект этого строительства. Вы получили ответ? Да, получила. Масса ответов. Масса ответов получала, которые вообще ни о чем. Это простые элементарные отписки, что нужно проводить слушание, нужно проводить экологические экспертизы, ваш вопрос еще не решет. Но дело в том, что он, главное, то, что нерешен и не обсуждался, как будто, как они мне пишут, но дорогу пытаются, значит, сделать. Пытались они дорогу через поле пройти, но там не получается, там засеиваются поля, как они будут, эти машины, таким потоком двигаться, значит, они будут вырубать лес для того, чтобы обойти каким-то образом эти поля и пройти к этой местности, где вот собирается полигон делать. Это такая махина будет идти вот с этим мусором и такая махина будет складироваться там на этой территории. И что там просто, вот понимаете, я даже не представляю, у кого хватило ума сделать вот такое вот преступление. Это преступление. Какие выходы вы сейчас видите из данной ситуации? Ну, вот сейчас, в данный момент, я хочу, чтобы меня услышали. Услышали, для этого я решила провести митинг. Собрать своих кошерян, собрать жителей других областей. Во-первых, сначала хотя бы хоть рассказать о том, что нас ждет. Потому что многие даже не знают, если в секрете держался вот эта вот информация, как люди могут знать, о чем они могут знать. Они даже не знали, что у нас собираются строить вблизи Мало-Ильинской полигоны. Они даже не знали. Когда вот только буквально я оповестила то, что мне первый раз было отказано проведение митинга, это 14-го я пыталась провести митинг, мне отказали. Ну, я не расстроилась. Я говорю, ничего страшного, мы проведем потом. Но все равно это как бы, вот мне дали разрешение. И у нас 29-го апреля в 12 часов на площади перед зданием ДК Ленина, это клуб по имени Ленина, там очень большая площадь. Я даже очень рада, чтобы... Я там уже не раз проводила митинги, и там будет проводиться митинг против строительства этого полигона, где будут приглашены специалисты. Также я пригласила туда заслуженного геолога Российской Федерации Новгородцева. Будут приглашены жители других областей, где также они тоже расскажут, что они не хотят этот полигон, они не хотят умирать, они хотят просто жить. И чтобы дальше для своих детей и внуков была нормальная среда для жилья. То есть вы объединяетесь, вы информируете жителей. А какие будут следующие? А следующие мы, значит, на этом митинге будем собирать подписи для того, чтобы потом с этими подписями обращением под моим депутатским запросом обратиться к президенту, для того, чтобы президент включился в эту ситуацию и как бы этот вопрос отменили, потому что этого делать просто невозможно. Мы погибнем, и все.